Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя. Вы на моём канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждый день, совет на день. Сейчас мы посмотрим, что же посоветуют нам карты на завтра. Помните, карты дают совет. Действовать этому совету или нет, это ваш выбор. И помните, что всё в этой жизни выбираете только вы. Если вы идёте на поводу у кого-то, это тоже ваш выбор. Всё в этой жизни происходит с вами, потому что вы это выбрали. Нравится это или нет. Ну что, что же нам посоветуют карты на завтра? Перестаньте переживать по любому поводу, говорят карты. Перестаньте себя накручивать. Перестаньте концентрироваться на негативных аспектах, которые происходят в вашей жизни. Чем больше вы концентрируетесь на негативе, тем хуже ваше состояние. Вылазит страхи, вылазит тревога, вылазит паника. Но это всё именно ваше внутреннее состояние. И поверьте, если вы это не поменяете, вы и притянете к себе то, чего вы боитесь, то, что вас раздражает и то, что вызывает у вас тревогу. Поэтому только вы можете это поменять и начинать надо именно со своего внутреннего состояния. А уже потом, после этого, притянется то, что вы будете излучать. Потому что вот на этот день я вижу именно переживания, раздражения по любому поводу. Ну а это действительно ваше внутреннее состояние. Я вижу, некоторые будут переживать насчёт работы. Какие-то будут происходить события, которые будут вызывать в вас переживания насчёт работы, насчёт или бизнеса. Ну здесь по второй карте могу сказать, если её связывать с этой, это можно избежать, если... Ну давайте так, изменить своё отношение к работе. Особенно это будет раздражать тех, кто не любит то, чем он занимается. А если вы всё-таки любите то, чем вы занимаетесь, найдите причину, по которой именно вопросы, связанные с работой или с бизнесом, вызывают в вас такой страх, такое и волнение. Потому что по этой карте получается, что прилежная работа, нормальная работа, именно проявление себя в своей работе, как в творчестве, не должно вызывать таких всплесков неудовольствия, переживаний и страха. Ну а для того, чтобы это было прилежное, тут надо в работе найти что-то, что вам нравится. У некоторых это высокая зарплата, например. У некоторых это какая-то гибкость, когда у вас определённые задачи, которые вам надо иногда решать. И на работе к этому относятся с пониманием и отпускают или дают какое-то время. Вот, например, у меня есть клиентка, она работает и учится. Учится она заочно, в онлайн. Ну и, соответственно, у неё бывают моменты, когда ей надо написать экзамен, когда ей надо всё-таки появиться в университете. И на работе она относится к этому с пониманием. И тут, когда мы разбирали ситуацию с её работой, я тогда ей и говорю, смотрите, я знаю, вы говорите, работа вам не нравится, она довольно скучная, начальник вас не понимает, с начальником очень тяжело работать. Давайте будем разбираться сейчас в том, что положительного есть в вашей работе. И когда мы начали записывать, к концу списка девочка говорит мне, слушайте, а действительно всё не так плохо, как я себе нарисовала. Ведь действительно, да, вот это у меня хорошо, бенефиты, ну, это Канада, ну, я не знаю, в России, может, тоже это есть, но в Канаде есть компании, в которых ты минимальный процент выплачиваешь с чека и у тебя бенефиты. Зубной врач, который у нас стоит большие деньги, массаж, который тоже у нас стоит немаленьких денег, глазной врач, очки, обувь. Вот это всё вот предоставляется бенефитами, и когда люди работают, это очень большая помощь, потому что все эти сервисы, вся эта продукция стоит дорого. И вот мы, когда всё разобрали, оказалось, что всё не так уже плохо. Да, скучновато, хочется большего, но для того, чтобы было большее, ей и надо закончить этот университет. А на сегодняшний день получалось, что всё не так уж и страшно, как она себе это рисовала. Вот вам пример, я вам привожу это как пример, кстати, и как пример консультации. Как иногда проходит консультация. Это была больше консультация не по картам, а именно коуч, коучинг, и, соответственно, мы вытаскивали какие-то проблемы, чтобы их решить и чтобы их убрать. Ну что, смотрим дальше. Ну да, действительно, я вижу, что переживания финансовые. У некоторых из вас может быть такое, что вы вдруг испугаетесь, что вас уволят с работы. И, соответственно, уже тут же будете судорожно думать, что же вы будете делать, если вас с этой работы уволят. Не концентрируйтесь на этом, потому что, если будете бояться и концентрироваться, действительно могут уволить. Хотя тут я не вижу никаких причин для того, чтобы произошло увольнение. Но какой-то ваш страх всё равно будет присутствовать. Ну а как этот страх избежать, я всё время вам говорю. Меняйте направление ваших мыслей. Меняйте направление и меняйте отношение ко всему, что происходит. И убирайте страх, недовольство и обиду. В нашей жизни огромное количество позитивных вещей, на которых и надо концентрироваться. И тогда всё, что вам кажется негативным, потому что это всё, действительно, это же, так и говорят, реальность, это иллюзия, это то, что видим мы. Так вот, концентрируясь на позитивных вещах, вы можете поменять свою жизнь полностью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!